На эту сцену я приглашаю партнера компании Global Intellect Service в статусе генеральный председатель Совета Директоров Александра Лукьянова и коммерческого директора МТС Касса Максима Ерофеева. Ваши аплодисменты. Давайте мы представимся. Меня зовут Александр Лукьянов, я партнер сервиса UDS. Представляю своего коллегу, коммерческого директора компании МТС Касса Максима Ерофеева. Давайте поаплодируем. Спасибо большое. Всем привет. Очень рад видеть такой большой, дружный, теплый коллектив. Сегодня мы расскажем с Сашей, в частности я, в том числе, да, или как расскажу про то, что мы сделали вместе. Мы расскажем, что мы сделали вместе и расскажем, почему так получилось, какую задачу мы решали. Наша основная сегодня цель это донести, как UDS может работать в крупном B2B бизнесе, а именно как реферальная программа для привлечения B2B клиентов в бизнесе МТС Касса. Да, и спасибо, Саша. Для начала я расскажу кратко, что такое онлайн касса, МТС Касса, зачем это все нужно. То есть МТС Касса это на самом деле компания, очень похожая, наверное, на компанию вашу, потому что по сути это IT-компания, которая занимается разработкой продукта. Для нас сама касса как таковая, то есть это просто носитель продукта. То есть наша основная тема это разработка. То есть разработка приложения кассового непосредственно фронтового и бэк-офис, то, что называется товароучетом. И, соответственно, почему она вообще существует, онлайн касса, зачем она нужна. Вот здесь написано всякая штука, там ИП, ОСНО, много всяких незнакомых аббревиатур. Но суть сводится к следующему, коротко скажу. Если вы, будучи юрлицом, взяли у человека деньги, то закон гласит, что вы должны ему дать фискальный чек. Если вы этого не делаете, то вроде как получается нарушаете закон. И в этой связи существует наш продукт МТС-касса, один из немногих, который закрывает вот эту потребность законодательную. Это приложение само, железка. И дальше это различные сервисы, которые позволяют предпринимателю осуществлять деятельность в соответствии с законом. То есть если он торгует алкоголем, он должен работать с системой ЕГАИС. Если он продает продукты, подлежащие регистрации системе Меркурии, то, соответственно, нужна эта функция. И есть перечень продукций, которые подлежат обязательной маркировке. Соответственно, опять же, нужен функционал маркировки для него. Ну, ОФД, естественно, базовая штука. Это обмен данными с ФНС. Именно поэтому это какое-то отдельное специальное устройство в виде онлайн-касса, а не просто мобильный телефон. Значит, программное обеспечение, как я уже сказал. И связь, значит, через сим-карту. Ну и обратите внимание, это важно. Эквариинг 0,4%. Это через СБП. Не знаю, все знают, что такое СБП? Кто знает, что такое СБП? Поднимите руку. Единицы. Удивительно. Вообще, на самом деле, СБП – это классная штука в двух словах. То есть через эту систему любой мерчант, любой предприниматель может, значит, принимать платежи через QR-код и при этом не платить стандартную сумму эквариинга в 2% или в 1,5%, а просто 0,4%. Вот и наши кассы обеспечивают такую возможность в том числе. То есть это про кассу. Ну и, соответственно, они у нас боксами. То есть под каждую тематику бизнеса есть свое предложение, есть какой-то определенный набор функционала и свои какие-то тарифы. Как я уже сказал, это SaaS бизнес, то есть софт по подписке. Значит, на наших кассах реализована интеграция с UDS для того, чтобы кассиры могли, соответственно, работать с клиентами, с вашими, да, то есть сканируя код, давать скидку или начислять бонусы. Это как условный must-have, там, да, то есть есть такая интеграция. И, соответственно, на тему боли предпринимателя, ну, это некое наше УДП, что мы сделали. То есть для того, чтобы небольшому, даже самому мелкому предпринимателю получить онлайн-кассу, он должен потратить 30 тысяч рублей как минимум, да, то есть для небольшого предприятия это, ну, блин, это часть семейного бюджета, то есть они ведь немного зарабатывают на самом деле, небольшие предприниматели, совсем мелкие, да. И мы говорим ему, дорогой, любимый, милый предприниматель, не трать свои деньги все сразу, да, то есть не отдавай 30 тысяч рублей, давай просто мы твой капекс принесем в ОПЕКС, и, пожалуйста, просто плати раз в месяц, там, 2-390, и туда входят все услуги, которые необходимы, и все затраты, которые могут возникнуть в том числе, и это условно для него пожизненная гарантия, пожизненная ОФД и замена фискального накопителя. То есть для предпринимателя это на самом деле удобно в том плане, что он со своей выручки спокойно несет эти расходы, пока это для него необходимо. И, соответственно, ну, занимаясь продажами, да, то есть я коммерческий директор, да, то есть в том числе думаю, откуда нам брать еще клиентов, и одна из гипотез, которую нам необходимо было крайне проверить, это как организовать рекомендательный сервис. То есть условно, чтобы каждый пользователь мог порекомендовать МТС кассу, и у него для этого был мотив, и у того человека, которому порекомендовали, тоже был мотив. И мы начали думать там, вот давайте там сделаем приложение, давайте запилим фичу в софте, но мы повстречали замечательного человека Александра Лукьянова, руководителя российской диаспоры в Чили, значит, он... И он сказал, да, заслуженного предпринимателя Чеченской республики, кстати, еще, да, плюс ко всему, вот, и он сказал, что, ребят, не надо вам ничего делать, у нас уже все есть, есть приложение UDS, там есть реферальная система, плюс вы сможете, значит, общаться с этими клиентами, вы сможете поднять НПС и работать с НПС через наше приложение, да, то есть и все это удовольствие, ну, практически даром, там цены вы знаете. Вот, и, значит, реферальная система, то есть вариант передачи кода в кассе, мобильное приложение, раздача флайеров, это то, что мы рассматривали, да. Вот, и мы сделали оффер, то есть в системе UDS на нашей страничке, да, то есть каждому, кому порекомендовали, мы даем 50% скидку на первые два месяца, если это аренда, или даем фиксированную скидку в сумме, да, то есть... Сейчас в этот момент надо взять UDS и отсканировать код. Да, и тот, кто порекомендовал, получает 1500 рублей денег за каждую сделку, то есть для вас это возможность. У нас с UDS на самом деле уже длительная история сотрудничества. Это канал, который органически генерит для нас продажи и лиды, вот, и мы просто с Александром в какой-то момент сказали, все, хватит это терпеть, давай им управлять, то есть органики мало, давай надавим, давай все-таки будем получать оттуда больше клиентов, вот за это спасибо Саше. Соответственно, каждый из вас может воспользоваться этой темой, порекомендовать приложение, нажать кнопочку, да, то есть и в случае реализации, соответственно, получить эти 1500 замечательных российских рублей. Вот, Саш, может расскажешь, как мы это сделали, там, да, с чего начали? Да, я, во-первых, сам являюсь клиентом МТС-кассы в двух бизнесах. Когда первый бизнес запускали, мы купили кассу просто так, и я столкнулся с тем, что мне надо побегать по налоговой, поподписывать много разных бумажек для того, чтобы подключить эту кассу к ОФД, да. Вторую кассу, я уже, появилось вот как раз предложение по прокату, и вторая касса в другом бизнесе работает как прокатная, я просто плачу 2300, еще тогда было 2300, и все, никаких проблем. Просто платишь, и каждый месяц 2300 рублей, и все, компания делает сама. То есть мне второй вариант нравится больше, потому что это экономит мое время как предпринимателя. Когда, и вот, то есть, смотрите, еще раз, любой пользователь приложения 50% получает скидки, воспользовавшись продуктом МТС-кассы на первые два месяца. То есть 1200 вместо 2400. Это само по себе круто. Поэтому, если вы предприниматель, используйте эту возможность, используйте классную кассу. Если вы знаете предпринимателя, которому можно эту кассу порекомендовать, то 1500 за каждую кассу. У нас есть прецедент, когда человек порекомендовал, предприниматель купил 5 касс, и это 7500 рублей. Да, то есть хороший прецедент. Как мы создали эту бонусную программу? То есть из чего состоял процесс внедрения в компанию МТС-кассу? Во-первых, мы разработали саму бонусную программу. То есть здесь как раз Максим, я всегда консервативен в этом направлении, давай поменьше, Максим говорит, нет, 50%. Офер должен быть крутым, надо бомбить сразу. Наверное, надо было 3000 рублей попросить, да, а не полторы? Нет. Ну мы еще поговорим. Дальше что мы сделали? Мы импортировали клиентскую базу. То есть у МТС-кассы есть 70 тысяч клиентов, мы их импортировали в UDS, и что оказалось? У нас оказалось, что 11% клиентов уже установили UDS. То есть 11% клиентов уже установили UDS просто в другом месте. И они сразу же имеют возможность порекомендовать МТС-кассы. Дальше. Мы наверняка вы видели, во-первых, соцсети. В соцсетях МТС-кассы уже появились посты о том, что UDS это официальная реферальная система, и ей можно пользоваться. Мы провели обучение сотрудников колл-центра. Мы сделали интеграцию с учетной системой МТС-кассы. Это 1С. То есть у нас процессы начисления баллов автоматизированы через номер телефона. То есть там гигантское количество операций. Невозможно все операции проводить руками. Там даже безнальные платежи, по которым в основном идут продажи, это все автоматизировано. И как это происходит? Клиент покупает МТС-кассу. Колл-центр после покупки спрашивает, а знаешь ли ты, что ты можешь с нами зарабатывать за рекомендации? И отправляет инструкцию на почту, как это сделать. Скачай приложение и рекомендуй. То есть вот такая простая история. Соответственно, клиент порекомендует. Когда он рекомендует, тот, кому порекомендовали, получает 50% скидку, а тот, кто рекомендовал, получает 1500 рублей. То есть абсолютно неважно, какой бизнес. Это может быть B2B бизнес, это может быть B2C бизнес. Но эта история работает. Поэтому используйте такие возможности. Если у вас B2B бизнес, внедряйте UDS, и все будет хорошо. Да, спасибо, Саша. То есть, ну, Саша уже рассказал, да, то есть это механика, как она работает. Вот. В принципе, я от себя просто хочу добавить, что для нас, вообще для любой компании, которая работает с клиентом, это удивительно удобный и доступный инструмент. Потому что все ломают голову над тем, как сделать свою систему лояльности, как выстроить отношения с клиентами, как этим управлять. А на самом деле уже есть готовые решения. Спасибо UDS. И в заключение, да, у нас есть тоже хорошая новость. Кто знает МТС-банк? Такой банк. Поднимите руки. Кто знает, что есть такой МТС-банк? Это тоже наши клиенты теперь. Клиенты компании UDS. Да, сейчас мы в процессе внедрения. Сейчас мы в процессе внедрения. Так что они уже есть на платформе, но пока не судите строго. Там еще не все сделано. Вот. В зале также находятся представители МТС-банка. И я рад, что эта компания в содружестве с МТС-кассой стала партнерами. И я думаю, что в ближайшее время вы увидите офигенный кросс-маркетинг между этими двумя компаниями. Спасибо. Спасибо вам.